Коллеги, четвертая лекция курса информационной технологии посвящена будет современным сетям, теоретическим принципам современных сетей и принципам, соответственно, маркетинга внутри сетей. То есть основы SEO и SMM мы тоже затронем наравне с некоторыми принципами сетевых исследований. Прежде всего необходимо отметить, что существует в настоящее время специальная теория сетей, она называется акторно-сетевая теория и связывается с именем исследователя французского происхождения, наработающего в англоязычном мире Бруно Латура. Бруно Латур – историк и теоретик науки, относящийся к так называемой сильной парадигме. В современном науковедении, особенно в социальных науках, есть деление на слабую и сильную парадигму. Слабая парадигма – это парадигма, в которой описание, анализ не меняет объект. То есть свойства объекта не меняются в зависимости от того, какие методы мы применяем. Сильная парадигма – это парадигма, которая меняет объект. В зависимости от того, какой метод мы применили, объект будет различен. Такое различие есть и в современной физике. Например, теория относительности – это слабая парадигма, а квантовая теория – сильная парадигма. От нее роль функции наблюдателя зависит и состояние всей системы. И это различие вполне может быть применено и в нашей науке. Например, одно дело, когда мы мыслим объект исследования как искусство. Другое дело, когда мы исходим из того, что в зависимости от метода сам объект меняется. Что мы искусство понимаем то, как ремесло, то, как вдохновенное занятие, то, как мысль, выраженную в образах, то, как навыки адаптации. То есть, в зависимости от выбранного метода, сам смысл слова «искусство» может меняться. Это будет сильной парадигмой, например, в искусствоведении. И вот сильная парадигма в социологии, она представлена как раз Бруно Латуром. Хотя есть и другие имена. Например, Дэвид Блюр, прежде всего, известен как главный автор, доказывающий, что социальное зависит от того, как мы его заранее расчертили. То есть, если мы будем, например, видеть в обществе, прежде всего, политику, то общество будет одним. Если мы будем в обществе видеть, например, взаимопомощь, общество будет выглядеть совсем по-другому. И так далее. Объект будет меняться в зависимости от метода, который мы приложили. Бруно Латур начал с ряда исследований по истории науки. Например, на русский, одна из его книг, переведенных на русский, называется «Пастеризация Франции» или «Война и мир микробов». В ней он исследует историю медицинских институтов во Франции в конце XIX века и прежде всего появления лаборатории Пастера. Первая лаборатория, которая не была связана ни с университетом, ни с напрямую с министерством, а представляла своего рода общественный заказ на общественную гигиену. То есть была, как бы мы сейчас бы сказали, краудфандинговым проектом. При этом, разумеется, Пастер получал многочисленные заказы от правительства, от корпораций врачей. То есть по Латуру Пастер именно выжил, благодаря как бы многозадачности, благодаря тому, что он умел сотрудничать и с правительственными заказчиками, и с частными заказчиками. Цель этой книги – выяснить, почему те или иные научные программы, например, программа Пастеризации, как главная гигиеническая программа, побеждают. Хотя в то же время работают не менее талантливые исследователи, предлагающие не менее эффективные, допустим, методы обеспечения общественного здоровья. Латур доказывает, что нельзя применять старый подход, в котором успех определяется исключительно талантом или гениальностью основателя. И говорить, что если какое-то предприятие стало успешным, то это благодаря исключительно индивидуальному таланту руководителя. На самом деле, говорит Латур, огромное количество здесь действует факторов, и прежде всего любой институт представляет собой узел на пересечении человеческих и внечеловеческих факторов. Например, человеческим фактором может быть действительно, скажем, доверие к этому институту или понятность его деятельности. Но могут быть нечеловеческие факторы. Например, состояние кредитной системы. Какие-то институты требуют, например, срочного финансирования, и, допустим, в существующей кредитной системе они будут проигрывать. Или, например, система поставки информации. Для каких-то лабораторий критически важна необходимость полной информации. Какие-то лаборатории могут работать из частичной информации, попутно уточняя ее в ходе самого эксперимента. Или, например, даже здания. Допустим, для некоторых лабораторий принципиально большие здания, в которых опыты делаются в разных комнатах при одних и тех же условиях и показывают разные результаты. А для некоторых лабораторий важно объединение всего в одной комнате и некоторое сотрудничество разных экспериментаторов, которые вместе уточняют ход и задачи эксперимента. Поэтому в теории Бруно-Латура, когда исследуется успех того или иного института, учитывается наравне с человеческими факторами огромное количество внечеловеческих факторов. Начиная от планировки здания, от особенностей бухгалтерии, финансирования, особенностей законодательства и права в то время. И оказывается, что фактически институт работает не как просто реализация гениальности своего основателя, а как достаточно сложная система вот таких вот узлов. И гениальность каждого института состоит не в том, что его основатель выдвинул гениальные научные идеи, а в том, что удалось использовать финансовые, пространственные, временные ресурсы надлежащим образом. Что, например, в какой-то лаборатории был, допустим, не фиксированный рабочий день, а, допустим, скользящий график. И, допустим, в условиях, допустим, нерегулярного поступления заказов эта лаборатория оказалась более жизнеспособной. Но при этом она не была бы столь жизнеспособной, допустим, если бы, скажем, все сотрудники работали по отдельным комнатам и не знали бы о планах друг друга. А так они могут координировать планы и подсказывать себе сами задачи своей работы. В результате получается, что само взаимодействие акторов может быть представлено как сложная сеть. Причем по теории Бруна Латура в этой сети равны полномочные и человеческие, и нечеловеческие акторы. То есть мы будем в эту сложную таблицу вносить и талант исследователя, и образование исследователей, опыт работы. Но также будем вносить, например, налоговое законодательство, особенности здоровья в этой стране, например, часто ли болеют сами сотрудники, особенности кредитования, особенности документации отчетности, особенности ведения переписки, как работает почта в этой стране, чтобы все могли обменяться данными о своих исследованиях. И как устроено пространство, долго ли ехать до работы сотрудникам. И многие еще такие факторы оказываются работающими, и потом уже в данной модели исследуется, насколько это работает. По сути дела, любая институция рассматривается как такая узловая станция, где скапливается множество поездов, и нужно эти поезда правильно направить по тем или иным рельсам. Что нужно товарный вагон от одного поезда подцепить к другому и срочно направить его по одному направлению, другой поезд срочно пропустить, чтобы он быстро уехал и вернулся. То есть фактически руководитель лаборатории по латуру решает не проблему собственного изобретения или открытия, а проблему логистики. И прежде всего логистический ум оказывается гораздо важнее изобретательского ума при функционировании социальных институтов. Есть крайние представители той же самой теории, есть так называемая объектно-ориентированная онтология, представленная, например, Грэмом Харманом или Рейм Брасье или Квентином Месу. Я многих этих ребят переводил, поэтому знаю очень хорошо. Значит, суть этой онтологии состоит в том, что человек не имеет привилегированного места для вынесения суждений об окружающем мире. То есть, например, когда мы, допустим, мы там сидим на стуле за столом. С одной стороны, вроде бы как наша точка зрения привилегирована, потому что мы можем осмыслить наше отношение к стулу или столу. Тогда как об отношении стула к нам мы вряд ли узнать можем. Но с точки зрения объектно-ориентированной онтологии, стул на самом деле высказывает определенное отношение к нам. Хотя бы тем, что он имеет определенную форму, определенный там цвет, определенным образом может нам испортить настроение, если он шатается, или наоборот поднять настроение, если на нем сидеть удобно. Конечно, всегда можно сказать, что стул был задуман таким, что, например, мастер делал стул особенно удобным или наоборот особенно неудобным. Но, говорят представители объектно-ориентированной онтологии, стул уже находится внутри определенного рода сетей. Как и то, что Джозеф Кошут прекрасно показал в известном своем произведении. Стул, он, то, что он, допустим, удобен или неудобен, это не может быть только результатом деятельности мастера. Например, удобным для нас окажется стул, если мы устали. Удобным для нас окажется стул, если мы, допустим, можем на нем осуществить определенную работу. То есть, одно дело, удобный стул для работы, другое дело, удобный стул для отдыха. Тем самым, в конечном анализе выясняется, что свойства стула никогда до конца не определяются ни нами, ни нашим сознанием, но и не определяются до конца тем, кто сделал этот стул. И получается, что стул все равно в остатке имеет какую-то возможность отнестись к нам, как-то оказать действие на нас, как называется одна из статей Бруна Латур, когда вещи дают сдачи. То есть, что как бы мы не превращали вещи в объекты, которые полностью зависят от нашего сознания, наших проектов, все равно вещи рано или поздно дают сдачи. То есть, показывают, что их устройство не сводится к той картографии устройства, к тому, как бы, расписыванию вещи, как некоторые схемы, которые мы делаем в своей практической или научной деятельности. И, скажем, допустим, Грэм Хармон развил учение как раз о так называемой замещающей причинности, или викариус буквально, викариатный, заместительный, где он говорит о том, что мы никогда не можем описывать отношения между вещами исключительно в рамках прямой причины и следствия. Например, я, скажем, сел на стул, и, допустим, стул сломался, и я упал. С одной стороны, понятно, тут причина-следственная связь, что стул не выдержал тяжести, что силы гравитации оказались сильнее тех сил, которые скрепляли этот стул в единую конструкцию. С точки зрения физики, вроде бы, здесь ничего, все понятно, и любое, так сказать, элементарные знания сапромата объясняют, почему стул сломался. Но, говорит Грэм Хармон, мы никогда не можем сказать, а, собственно, что именно, допустим, гравитация стала причиной падения стула, учитывая, что в нем была и причина связанность или несвязанность элементов. Так что же стало причиной? То, что мы на него селили, то, что элементы были недостаточно связаны. А, в свою очередь, недостаточную связанность элементов мы тоже можем чем-то объяснять, скажем, расшатывание стула, как, допустим, часть его истории. Следовательно, говорит Хармон, мы поневолею идем в бесконечность, подыскивая все новые причины тех или иных действий. И не сможем объяснять мир. Поэтому проще понимать любую причинность, на самом деле, как замещающую причинность. То есть, то, что, допустим, расшатанный стул падает под нами, это не результат того, что мы так надавили на стул, а наше давление на стул стало замечающей причинностью по отношению к тому взаимодействию вещей, при котором вещи ломаются. Что Хармон говорит, что проще говорить просто о режимах, в которых система или сеть не выдерживает нагрузок, ломается. Допустим, ломаются стулья или падает сервер, не загружается сайт и так далее. Везде одни и те же, в общем, на самом деле причины перегрузки сетевых взаимоотношений. И, с другой стороны, можно говорить также о причинности поддержания системы. Что, допустим, мы все спокойно сидим здесь на стульях и слушаем лекцию. Я также спокойно сижу и произношу вам лекцию. А точно так же сайт грузится, интернет работает, и даже в телефонах некоторые из вас сидят. Следовательно, вместо механической причинности Грамм Хармон предлагает вот такую вот сетевую причинность. Исследовать не то, как одна вещь воздействует на другую, но каким образом возможно состояние системы, когда она работает без сбоев, и состояние системы, когда она работает со сбоями. Важной частью этой объектно-ориентированной антологии стало исследование категорий случайностей и необходимостей. Представители этой философии обратили внимание на то, что традиционная случайность и необходимость трактуется только на основе социального опыта. Например, необходимым является то, что проверено социальным опытом, а случайным то, что выбивается из привычных представлений о социальном опыте. Но нельзя объяснять мир через социальный опыт, поскольку никогда нельзя доказать, что никакой-либо социальный опыт является окончательным. Поэтому представители этой антологии, например, Рей Броссье и другие, они говорят о том, что случайность и необходимость надо определять по-другому. Что необходимость это то, что позволяет поддержать систему как систему, а случайность это то, что позволяет системе дополнительно проявить себя. То есть, да, система, в конце концов, любая система должна производить не только необходимые, но и случайные действия, чтобы маркировать себя. Ну, например, вот возьмем такую систему, как интернет. Вроде бы, с одной стороны, в интернете любая информация необходима, поскольку она откуда-то берется, она вводится туда, а если она попадает на сайт, то она попала по какой-то причине. И вроде бы, как бы, случайной информации из-за исключения технических сбоев нет. Может быть, там технические сбои пропасть часть информации, но это не будет случайностью. Скорее, это будет необходимостью в случае функционирования системы в режиме сбоев. Но, с другой стороны, всегда есть и момент случайности. Например, скорость загрузки, которая никогда не может быть до конца предопределена. Масштабирование. Допустим, часто сайты обладают автоматической пользовательской адаптацией. Значит, вопрос о контекстной, так называемой, рекламе. То есть, рекламе, которая учитывает историю ваших поисков. В ней тоже есть момент случайности, так как статистические механизмы, в которые выдают контекстную рекламу или формируют, например, ленту, они тоже подвержены случайности. Особенно это, конечно, относится к пиринговым сетям, таким, как, например, социальные сети, где случайность заложена в саму их структуру. Пиринговые сети, я напоминаю, это сети, допускающие передачу одной и той же информации в рамках индивидуального обмена сообщениями и в рамках публичного обмена сообщениями. То есть, в этом смысле, скайп или социальная сеть – это пиринговая сеть, потому что одна и та же информация может быть распространена одному человеку, это будет выглядеть как сообщение, там, чат или, там, видеозвонок. Может быть, нескольким людям, это будет как конференция или публикация только для друзей, а может быть, всему миру. Вот это называется пиринговая сеть, вот peer-to-peer, где именно принципом является то, что информация становится публичной за счет изменения параметров частной информации, за то, что частная информация получает дополнительные параметры, которые делают ее, как бы, публикуемой для всех. То есть, грубо говоря, есть пиринговая сеть, устроена как телефон, но к которому можно подключить громкоговоритель, так что твой телефон раздастся на весь мир. И в этих пиринговых системах, конечно, есть случайность, прежде чем случайность выдачи. Потому что ясно, например, что лента, есть, конечно, очень продуманный алгоритм формирования информационных лент в пиринговых сетях, но при этом момент случайности есть и до конца, собственно, как говорят сами разработчики, они изучают некоторые алгоритмы, они только программируют их. И вот как раз объектно-ориентированная онтология, она как раз пытается обосновать, что случайность является таким маркером сети, которая подтверждает, что сеть вообще работоспособна. Если сеть позволяет порождать случайные какие-то смыслы, а не только необходимые, это означает, что действительно сеть находится в работе, а не законсервированной. То есть, когда в книжке появляется опечатка, то она, только тогда видно, что действительно книжку переиздали, а не просто скопировали. Ну, это, в общем, на самом деле известно было еще до этих ребят. Допустим, известен анекдот, который Лотман как раз приводил в одной из своих книг, что одного человека спросили, не иностранец ли он, потому что увидели, что он слишком чисто говорит на языке. То есть, слишком правильная речь, она, скорее всего, выдает человеку, для которого этот язык не родной. который делает речь правильной, тогда как тот, кто пользуется родной речью, постоянно допускает в ней случайности, сбои, ошибки и неправильные, необычные употребления слов, которые только подчеркивают, что он именно пользуется этим, а не просто воспроизводит готовые содержания. И, конечно, допустим, такая теория была применена и в исследованиях искусства. Ну, например, у французского представителя этой объектно-ориентированной оттологии у Квентина Меясу есть книга под названием «Число и сирена», в которой он разбирает модернистскую поэзию Маларме. Маларме пытался построить символистскую поэзию, в которой многое решало бы алеаторик, образок костей. То есть, образы были бы даны так сгущенное, так загадочно, сугестивное, сугестив, то есть загадочное, чтобы мы могли по-разному и складывать. То есть, когда в одном стихотворении сразу несколько загадочных образов в одной строке, то по неволе у нас при каждом перечтении складываются некоторые разные комбинации, и мы по-разному видим один и тот же образный ряд. Вот к этому и стремился Маларме, и одна из его поэм так и называется «Бросок костей», которая представляет собой текст, не просто состоящий из загадочных образов, но еще и записанный графически, очень изысканно, в виде слов, которые разбросаны по странице, набраны разными шрифтами, то, что в результате создает огромное количество возможных комбинаций. Нужно заметить, что такого рода у Маларме появилось очень много продолжателей потом во французской литературе, например, Раймон Кено, которого, кажется, упоминал или нет. Значит, Раймон Кено совершенно замечательный человек во французской литературе XX века. Значит, он, в частности, он известен сборником под названием «100 тысяч миллиардов стихотворений». Значит, на самом деле это всего лишь на все 10 санетов. Но просто каждый из них разрезан на полоски, и в результате количество комбинаций это 10-14 степени. И, следовательно, написав всего лишь 10 санетов, он изобрел «100 тысяч миллиардов стихотворений». Сам можешь комбинировать их в любом порядке. Они так складываются? Да, но рерифмуются, да. Рерифмуются. Да, и, соответственно, ну да, то есть, фактически 10-14 степени комбинаций. Но это, фактически, такое немножко, такое профанация того, что делал Маларме. Но другое дело, что просто у Раймона Кено была важная идея, что как бы язык не до конца передает наш опыт. Ну, я просто обычно, когда читаю курс философии и искусства, подробно рассказываю о рождении французского постмодерна, и как раз о кино довольно много говорю. И, ну вот у него тоже как раз комбинаторика оказывалась гораздо важнее содержания. То есть, важно то, не то, что именно сообщается, потому что мы никогда не можем гарантировать, что сообщение будет передано правильно, и что другой человек поймет именно то, что мы говорим. А важно то, насколько комбинаторика может производить сам, как бы, эффект реальности. Насколько скомбинированные слова могут казаться, как определенным образом вырабатывающие наше отношение к реальности. Но об этом я в курсах философии и искусства обычно подробно говорю. И вот, как раз, допустим, сейчас, значит, МИАСУ как раз исследует Маларме как раз с этой точки зрения. Насколько, как бы, это его комбинаторика, она сетевая. Насколько мы видим не только, как бы, критику речи, не только критику, как бы, коммуникативной функции речи, но и насколько мы видим действительно сетевые отношения. Насколько эти числовые комбинации комбинаторика выстраивают и работающую информационную сеть. И он приходит к тому, что у Маларме и у других символистов и позднее, у абсурдистов типа кино такая сеть, конечно же, есть. И она вполне работающая. Что действительно, каждое из этих произведений создает определенный эффект реальности. И мы начинаем видеть реальность как-то иначе, чем видели до этого. Теперь поговорим о, собственно, что такое сеть как таковая. Само функционирование информации в сети подразумевает, что одна и та же информация может конвертироваться и может обладать, каждая информация, она должна приобретать так называемый ресурс социального внимания. То есть, то, что информация внутри сети сохраняется не когда она просто заброшена в эту сеть, а когда она привлекает то внимание, которое позволяет ее воспроизводить и конвертировать. И при этом сеть требует не просто воспроизводства информации, в отличие от простых запасов вещей, где, например, книги сохраняются, как я говорил, на предыдущей паре, когда их переписывают или копируют. А в сети обязательно нужно, чтобы информация сохранялась, нужно не просто ее скопировать и передать дальше, а нужно ее определенным образом перекодировать или маркировать. Например, дать метаописание этой информации. Если мы хотим, чтобы в сети, например, какая-то книга была востребована, то мы не просто эту информацию передаем, воспроизводим, расшариваем друзьям или присылаем им вон какая интересная книга, а мы должны дать какую-то конвертацию этой книге. Например, дать метаописание ее, дать какой-то комментарий. Или, например, к этой книге сделать иллюстрации, пересказать ее по-своему, написать рецепт. Только именно такие мета-данные и позволят этой книге состояться в сети. Поэтому мета-данные сейчас нужны для любых текстов, которые существуют в сети. Мета-данные могут описывать просто место данного текста в сети. Например, адрес статьи в интернете это уже ее мета-данные. Но существуют и содержательные мета-данные. Например, для вашей научной статьи такими мета-данными будет аннотация, ключевые слова и библиография, которые и представляют собой своего рода варианты изложения статьи. Анотация излагает статью как некое содержательное произведение, ключевые слова как часть развития данной научной отрасли, а библиография как часть научного производства среди других научных производителей. Поэтому ресурс социального внимания он замеряет тем, сколько раз это произведение пересказали, изложили, отрецензировали и так далее. В некоторых случаях это делается принудительно. Ясно, что для научных изданий рецензирование является обязательным. Но, в принципе, в сети функционируют именно те тексты, которые подвергаются какому-то рецензированию, какой-то оценке, какому-то пересказу или какому-то изложению. То есть, когда человек не просто прочел, а захотел что-то об этом написать, только тогда текст функционирует как сетевой текст. Есть в жаргоне такое слово сетература от сочетания слов сеть и литература. Так обычно называют любительскую литературу, которая не доходит до печатных изданий, а публикуется только в сети на любительских форумах. Но иногда понимают сетературу шире, как любые произведения, адаптированные для существования в сети. Обычно включающие в себе в отличие от печатных изданий какой-то интерактив. Например, допустим, роман на печатной в сети может сопровождаться особыми иллюстрациями, анимацией, компьютерными играми и какими-то другими особенностями, которые невозможно воспроизвести в печатной книге. Но сетературой также называют и значительную часть любительской продукции, в которой тоже могут новые Моретти заниматься исследованием того, почему что-то из этого вдруг становится публикуемым, а что-то нет. Ну, допустим, для многих произведений массовой культуры важней всего, конечно, является так называемая аутентификация. То есть, когда появляется некоторое авторское я, и изложение выглядит как изложение некоторой авторской позиции, как изложение некоторого личного и ответственного опыта. Но это отдельная и большая тема. И, соответственно, получается, что такое функционирование текстов подразумевает и определенные навыки маркетинга. То есть, продвижение текстов, оно связано прежде всего с умением представлять их в другом виде, создавать определенные метаданные и создавать определенные пересказы. И подразумевается, что ресурс социального внимания у всех ограничен и известно, что ресурс социального внимания уделяется обычно привычным для этого внимания объектам. В частности, известный вопрос, почему всем нравятся котики, он как раз решается достаточно просто, что данные существа воспринимаются как и обладающие особым вниманием, не отвлекающимся на внечеловеческий мир, и с другой стороны, как существа, которые всегда заслуживают внимания, за которыми всегда интересно наблюдать. То есть, в котиках в самом этом образе сталкиваются два типа внимания, внимание самого объекта и внимание наше, и при этом оба внимания трактуются как повышенные и усиленные. Следовательно, ясно, что любое изображение котика в любом случае будет более востребовано и получат больший ресурс внимания, чем любые другие изображения. Соответственно, точно так же ресурсом внимания обладают гораздо больше материалы, которые, как кажется, не просто полезны, но которые подразумевают, что они будут производить новые смыслы. Ну, например, наиболее успешными по просмотру публикации, которые указывают на открытие новых ресурсов. Например, просто опубликовать статью о каком-то художнике, я как редактор это знаю, это собрать минимальное количество просмотров. А вот опубликовать, допустим, статью об электронных библиотеках и о том, что в сеть выложены такие-то изображения, это сразу вызывает большой интерес, потому что люди видят в этом возможность проявить и собственное внимание, потом зайти в эти электронные каталоги и самим с ними поработать, что не только проявили внимание к ним, оцифровав изображения, но и они могут ответить ответным вниманием эти изображения рассматривая. Поэтому в этом смысле любой как бы маркетинг, маркетинг в сети или маркетинг в социальных сетях это определенная работа с вниманием и с эмоциями. Основой маркетинга является особая работа с эмоциями. Подразумевается, что с точки зрения этого маркетинга количество эмоций, которыми обладает человек, достаточно ограничено. В принципе радость, гнев, возмущение, печаль, недоумение, буквально пятью-шестью-семью эмоциями на самом деле исчерпываются реакции людей на тексты. Следовательно, задачей, например, эмоционального оптимизатора текстов привязать текст к какой-то из этих эмоций, но при этом сделав так, что в конце эта эмоция оказывается обманута. Например, текст должен вызвать гнев и раздражение, но в конце он оказывается достаточно шутлив. В таких случаях такие тексты, ложась заведомо на основной эмоциональный контур читателя, привлекают внимание сразу большого очень количества читателей. Также с эмоциональными реакциями работают и при создании метаданных. Например, прежде всего, поскольку основное чувство, которое должно дать человек чувство удовлетворения, то удовлетворяется человек либо достоверностью метаданных, что они соответствуют тексту, либо интересом к этому, что эти метаданные создают тот интерес, который не ослабевает и при чтении основного текста. То есть, например, увлекательная аннотация, она остается увлекательной и когда мы читаем текст. вот это эмоциональная оптимизация и эмоциональный маркетинг. Есть определенного рода принципы, по которым проводится такое вот маркетинг. В чем-то они напоминают принципы и обычного маркетинга. Например, известно, что, чтобы привлечь покупателя в магазин, нужно, чтобы данное заведение выглядело как реализация всех возможных эмоций покупателя. Он должен удивиться, он должен чем-то, может быть, возмутиться, а чем-то, наоборот, умилиться. То есть, правильное составление привлекательности включает в себя вот такую работу с гаммой эмоций, которая, в конце концов, зацепит покупателя. Точно так же действуют и сетевые разработчики, которые тоже делают это все привлекательным. Теперь немного скажу о том, что такое оптимизация. Собственно, оптимизации называют подготовку, создание сайтов в качестве релевантных. Релевантных прежде всего для поисковых систем. И цель любой оптимизации это сделать так, чтобы сайт воспринимался как наиболее достоверный авторитетный источник информации по тому или иному вопросу. Главным инструментом, конечно, здесь является выдача в социальных сетях этого сайта как релевантного, но побочными являются и придание авторитета сайту. Авторитет сайта определяется тем, насколько часто на него ссылаются. И авторитет сайта учитывается поисковыми системами. То есть фактически вопрос вывода сайта в топ поисковой системы это не только создание релевантных текстов, которые поисковой системы опознаются как относящиеся к данной теме, но это и создание авторитетной истории сайта. Что, например, его цитируют солидные сайты и перепечатывают солидные сайты с него с большой историей, что он оказывается встроен в некоторую систему обмена информации с другими сайтами, что он имеет достаточно прозрачную структуру. То есть любая непрозрачная структура снижает как раз оптимизацию для поисковой системы. Релевантностью называется критерий содержательного соответствия и при этом релевантность учитывает не только контент-анализ, не только то, что, допустим, ключевые слова в тексте или более частые слова в тексте соответствуют тематике сайта, но и учитывают жанровую принадлежность текстов. Например, если сайт солидный, посвященный бизнесу, то ясно, что там должны быть большие статьи, иначе сайт воспринимается не как авторитетный источник, а как некоторый промежуточный источник, как скорее такой агрегатор информации, чем как производитель информации. Так как любая поисковая система является коммерческой системой, то она заинтересована в размещении рекламы. Для того, чтобы размещать рекламу, необходимо, чтобы авторитетные сайты были оригинальными ресурсами. То есть, авторитетный сайт, важный для рекламодателя, это сайт, который производит некий уникальный контент, некое уникальное содержание. Уникальность контента определяется очень просто, что прежде всего отсутствие прямой агрегации, то есть, что контент не создается на основе контента других сайтов, а с другой стороны, количество возможных метаданных и способов воспроизводства. То есть, если данный контент потом у многих перепечатывался, реферировался, переводился на другие языки, попадал в новостные ленты и так далее, то этот контент и является наиболее релевантным. То есть, когда он является первоисточником, причем первоисточником для данных разного типа. Например, где-то перепечатали отрывы, где-то перевели, где-то пересказали, где-то что-то еще с этим сделали. Поэтому, например, нормативом для любого сайта, который хочет войти в такие авторитетные сайты, является производство достаточно длинных текстов, которые при этом являются первоисточниками для многих других данных на многих других сайтах. И, кроме того, релевантность может определяться и действительно по ключевым словам. Например, ясно, что, допустим, возьмем, например, сайт, допустим, посвященный, ну, условно, древнерусскому искусству. Ясно, что релевантными будут не только сами слова, понятия древнерусское искусство, но и понятия, которые с этим связаны, например, иконопись или русская история. При этом любая поисковая машина, будь то Google или Яндекс, она самообучаемая. То есть, она видит, что действительно во всех текстах древнерусское искусство есть слово иконопись. И, разумеется, просто соседство этих двух слов не будет достаточно для релевантности этого сайта, так как это может быть любой сайт. но другое дело, что эта система обучается и, например, она может анализировать, что обычно встречается в текстах по древнерусскому искусству. Наверное, встречаются цитаты на старославянском или древнерусском языке, встречаются, скажем, допустим, изложения тех или иных произведений древнерусской литературы и так далее. Поэтому, допустим, сайт по древнерусскому искусству, на котором отсутствуют какие-либо цитаты из произведений древнерусской литературы, будет менее релевантен, чем сайт, на котором эти цитаты присутствуют. Просто потому, что поисковые системы ориентированы на авторитетные источники. Авторитетными источниками, как правило, являются научные источники, а в научных источниках, понятно, приводится не только визуальный материал, но и словесные цитаты. Другое еще важное правило оптимизации это то, что это логическая структура, то есть наличие большого количества внутренних ссылок на сайте. При этом подразумевается, что когда-то, допустим, лет 10 назад это был даже главный прием оптимизации, когда поисковые системы стали очень резать повторяющиеся слова, что было на заре интернета, когда достаточно было 20 раз повторить искусство, чтобы ваш сайт выпадал как первый по искусству. Когда стали резать все эти повторяющиеся слова, то тогда критерием стал критерий внутренних ссылок, большое количество гиперссылок. Сейчас это не так важно, потому что система анализирует, сравнивает и контент на разных страницах и смотрит, насколько есть в этом разном контенте общие сходные слова. Причем в качестве таких сходных слов могут быть не только профессиональные слова, что, допустим, на вашем сайте по искусству, допустим, посвященному искусству барокко, помещено много статей про барокко, про барочную архитектуру или про барочную живопись. Но, допустим, что отличительным, допустим, будут такие слова, как, допустим, свет или, допустим, слова, допустим, философия. И вот, допустим, и вот, соответственно, поисковая система смотрит, достаточно ли слова свет или слова философия употреблено на всех страницах. То есть, в результате получается, что для оптимизации нежелательно на отдельных страницах размещать маленькие тексты, где будет мало ключевых слов. Лучше все метаданные выводить на той же странице и, скажем, релевантные новости или релевантные, допустим, заметки давать там же рядом. Важные критерии оптимизации вообще это то, что называется общей связностью сайта. Общая связность определяется именно наличием и повторяющихся ключевых слов и повторяющихся способов организации текста. Например, тип разбивки на абзаце или тип размещения иллюстраций. Если какие-то материалы иллюстрированы, какие-то нет, то это снижает степень оптимизации сайта. Подразумевается, что и когда говорят связанный сайт, имеют в виду не то, что все тексты похожи или все тексты как-то связаны друг с другом, а имеется в виду, что одни и те же принципы подготовки, размещения и функционирования текстов используются по всему сайту. Скажем, если, допустим, делаются выносные выделения в каждом тексте, то это должно выдерживаться на всем сайте. Если там дается библиография, то она должна даваться везде и так далее. Вот это называется связность. Еще один критерий, который позволяет говорить о сайте как об успешном в информационном плане, это, конечно, частота обновлений. Подразумевается, что релевантный сайт, это тот, который обновляется не реже, там, допустим, трех раз в неделю, если говорить о сайтах по искусству или культуре, так как обычно цикл кэширования это сутки и подразумевает, что если, допустим, сайт дважды кэшируется, при этом контент там не изменялся, то релевантность сразу снижается. Считается, что этот сайт нужен только для привлечения рекламодателей и даже вы никогда не объясните инженерам Google или Яндекса, что просто ваш сайт по искусству, где как бы все про вечности, где вы не считаете нужным делать частые обновления. На самом деле даже если это сайт про вечности все равно желательно и я это рекомендую всем сайтостроителям всегда если даже обновления идут скажем раз в неделю появляется новый материал по искусству какого-то периода допустим это сайт музея то все равно нужно новости производить каждый день. При этом я рекомендую например музейным сайтом чередовать производство новостей и производства анонсов. Так как новости тоже не бывают каждый день, то можно анонсировать и партнерские проекты с пометкой, что это партнерский проект. Такие ключевые слова, как проект, партнерство, взаимодействие и так далее, они вообще очень благоприятно влияют на результаты поиска. Потому что подразумевается тогда, что этот сайт деловой, а значит и умеющий работать с докламодателями, а значит его и нужно показывать на высоких рейтингах выдачи. Есть целый ряд таких ключевых слов, которые как бы относятся к бизнес-сфере, вроде взаимодействия, эффективность, современность, данные и так далее, как раз использование которых оно делает сайт релевантным для поисковых систем, именно как деловой сайт. Но я, допустим, рекомендую каждый день, например, менять анонсы и даже если, скажем, музей не производит новости в большом количестве, то все равно новости нужно хотя бы три раза в неделю добавлять. Это могут быть новости и не только, допустим, открытия новых выставок, новых экспозиций, а могут быть, допустим, новости о каких-то открытиях внутри музея или о каком-то специальном экспонате или о ходе реставрации или о чем-то еще. Репортажные новости при этом ценятся гораздо больше. То есть наличие прямой речи всегда опознается как знак релевантности и выводит этот сайт в топ, потому что всегда у поисковых систем подозрение, что любое новостное сообщение – это агрегация, что это новость, взятая из другого ресурса и просто обработанная. Ну и метаданные сайта по искусству, например, музейного сайта или сайта, посвященного персонали какого-то художника – это как раз метаданные, связанные с аннотированием, причем аннотированием разных материалов. Например, сайты художников, они, как правило, имеют низкую релевантность и поэтому, например, чтобы они хоть как-то выходили, допустим, по ключевому поиску имени этого художника, то приходится всегда повышать релевантность, аннотируя все, аннотируя творчество художника, отдельные картины, отдельные выставки и многое другое, потому что время от времени эти аннотации просто попадают в агрегацию новостных агрегаторов, допустим, об открытии выставки художника или о размещении в сети каких-то репродукций его картин, а даже попадание в агрегатор, маленький сайт, сразу поднимает. Вот же подразумевается, что этот сайт производит уникальный контент, а не является просто воспроизведением какой-то информации, взятой извне и за час размещенной на каком-то не имеющем значения сайте. Понятно, что релевантность сайта всегда повышает наличие каких-либо, каких-то определенных рубрик, в частности, размещение документации в различных форматах, размещение вложений, например, PDF, которые, как правило, все считываются, и поэтому как раз наличие, допустим, библиотеки, оно повышает релевантность сайта. Другое дело, что поскольку все, в том числе и поисковые системы, борются с пиратством, то здесь как раз необходимо не сделать ничего лишнего, потому что большое количество, например, материалов PDF могут быть восприняты как пиратская библиотека поисковой системой, и релевантность может быть снишена. То есть необходим уникальный контент, а для этого все материалы должны снабжаться соответствующими шапками, колонтитулами, указывающими на то, что этот материал относится именно к данной организации, данному учреждению. Поэтому, например, я советую всегда, скажем, если музей размещает свою электронную библиотеку, то снабжать все эти книги заглавиями, колонтитулами, названиями файлов, которые указывают на принадлежность их именно этому музею, что это именно уникальный контент, производимый музеем, а не контент, взятый откуда-то извне. Конечно, поисковая система сопоставляет одинаковый контент, но критерии того, что является одинаковым контентом, могут быть разные у системы. Например, один и тот же текст в HTML и в PDF может быть воспринят как разный контент, именно из-за того, что сами рамки функционирования этих текстов различны. Допустим, в HTML текст часто перепечатывают и воспроизводят именно как текст, а про PDF текст это сказать нельзя. Вместе с тем, допустим, одна и та же книга, PDF, размещенная в нескольких электронных библиотеках, будет выдана только единожды при поиске Гугла, и причем по самой популярной библиотеке. По другим будет предложено просто найти, сварить еще копии этой книги, и в результате это очень снизит релевантность, потому что это всегда, допустим, проблема для музея поднять релевантность своего сайта за счет размещения ряда подробных текстов, искусствоведческих, статей, книг и каких-то еще текстов, которые могут оказаться и в какой-то более популярной электронной библиотеке. Теперь немножко скажу о маркетинге в социальных медиа. Собственно, в социальные медиа они в настоящее время вполне интегрируются с традиционными медиа, поскольку есть разного рода способы интеграции, такие как социальные плагины, то есть так называемые кнопки социальных сетей под материалами, и главные элементы социальных сетей в самих медиа. Допустим, возможности комментария, как система Discross, возможности маркирования материалов, возможности собирания собственного пула материалов и возможности размещения их на своих страничках. И вопрос о маркетинге в социальных медиа, это, по сути дела, вопрос о привлечении пользователей к постоянному чтению материалов того или иного сайта. Обычно делается это так, что создается страничка в социальной сети, будь то Twitter-аккаунт, Facebook-аккаунт, ВКонтакте-аккаунт и так далее. И, соответственно, эта страничка заводит себе подписчиков. Обычно подписчики интересуются, на первом этапе, если речь идет о некоммерческом продвижении, обычные им интересные материалы, которые создают у них впечатление компетентности. Например, странички музеев, они очень часто остаются с небольшим количеством подписчиков, потому что, равно как выставочных проектов, потому что всем кажется, что это очень специальные вещи, и которые интересуют только потребителей, находящихся внутри соответствующих сообществ. Чтобы это было не так, нужно доказать с самого начала пользователю, что тот контент, который производится под этой маркой, это контент общезначимый, воспроизводимый, с которым можно дальше работать. Поэтому обычно профессиональный СММщик сразу запускает от лица музея, галереи и так далее, скажем, виртуальные экскурсии, тесты, любопытные факты или привлекательные изображения, как правило, курьезные. Также больше всего люди нравятся, когда им сразу можно создавать коллекцию. Например, новость, допустим, что наша галерея разместила в сети 10 своих изображений, 10 репродукций, находящихся у нас объектов, она вызовет заведомо большее внимание, чем даже новость об открытии новой выставки. Так как открытие выставки может восприниматься как событие для своих, а размещение репродукции как придание данной галереи некоторого режима публичности. Поэтому рекомендуется время от времени делать галерейные альбомы, делать иногда курьезные фотографии тех или иных экспонатов, размещать специально сочиненные тексты, дающие метаданные про галерею, например, про отдельные залы, в чем и специфика этих залов, размещать истории отдельных приобретений, как правило, интересные, и при этом, главное, внушая читателю, что он прямо сейчас может рассмотреть это произведение. То есть, наверное, история снабжается высококачественным снимком данного объекта. Тексты, которые пишутся, это тексты, которые сразу должны показывать, о чем они. То есть, неверно, когда, допустим, размещая экспонат в сети, его фотографию, сразу дают некоторое описание экспоната. Например, размещают инсталляцию два дерева, скажем, два стоящих рядом бревна и дают экспликацию подробную, что, допустим, два дерева это то-то, то-то, то-то с таким-то значением. Художник говорил об этом то-то и то-то. На самом деле, рекомендуется несколько раз дать эти два дерева и всякий раз давать разную экспликацию. Первый раз просто дать название под фотографии, второй раз дать какое-то остроумное замечание, например, в галерее все по два, в том числе и инсталляция два дерева. Потом дать отрывок из высказываний самого художника, приведенной в кавычках, а потом уже при четвертой подаче материала дать экспликацию кураторскую, которая и встретит посетителя на выставке. Это не будет таким, что люди там постоянные подписчики, но опять... Нет, нет, на самом деле считается, что эффективно действует, лучше всего эффективно действуют две выдачи одного материала с перерывом примерно 12 часов. Вот. И чтобы не было, соответственно, повторений, то просто две выдачи, дается четыре выдачи, две как подписи под фотографией, а две как материалы. И тогда это собирает наибольшее количество просмотров и, соответственно, наибольшее количество новых подписчиков. Любой, соответственно, текст получается несколько раз адаптируется и несколько раз приспосабливается к новым целям. А вот в чем польза подписчиков, по идее, это, если мы говорим, ну, не знаю, конечно, может, это как-то там влияет, например, допустим, ВКонтакте. Значит, я могу сослаться на некоторые маркетинговые исследования, что действительно количество подписчиков в социальных сетях, во-первых, оно определяет релевантность данного и в том, что рекомендацию тем, кто интересуется искусством, кто подписывается на те или иные арт-паблики, тем скорее в выдаче выдадут именно наиболее популярное сообщество, как наиболее релевантное. То есть, соответственно, любители искусства будут знать и про ваш проект галерейный, кураторский или какой-то еще. Затем, разумеется, донесение оперативной информации, которая потом распределяется быстро и фактически работает в режиме того, того, что называется сарафанное радио или макинтош радио, как и в англоязычном мире. Затем, конечно, любой подписчик рано или поздно рекомендует в оффлайне данное учреждение. Есть психологические исследования поведения людей в онлайне и оффлайне, и считается, что если какую-то информацию человек в онлайне встретил там не меньше семи раз, то, скажем, рецепт, скажем, аннотации нового фильма, то он этот фильм непременно пойдет посмотреть. Считается, что семь-восемь повторений как раз и являются настоящей рекламой фильма. А если больше, чем семь-восемь, если каждый... Я думаю, это... Была ситуация, как, например, с викингом, которого крутили трейдер, каждый там рекламный... А это однообразно, имеется в виду семь разных встреч, допустим, если бы человек прочел сначала анекдот там про викинг, потом, допустим, какой-нибудь демотиватор увидел, потом еще что-то, то считается, что шесть-семь-восемь раз это как раз оптимально для того, чтобы это повлияло на оффлайновую активность. То есть, затем это кто-то упомянул бы в своем интервью и так далее. Обычно считается, что одной рекомендации недостаточно, и трейлер как раз в социальных сетях трейлер функционирует обычно довольно плохо, потому что пользователи обычно сами как бы форматируют информацию и совершенно не хотят несколько минут смотреть какое-то видео. Вот в этом смысле любой бы там анекдот с картинкой, любая бы там шутка со съемок, там, я не знаю, даже фотографии костюмов, они бы работали бы гораздо лучше. Просто любое продвижение это что? Это фактически это программирование оффлайновой активности. Оффлайновая активность программируется тем, что человек видит, что там онлайновый контент интереснее, но недостаточный. Главное, что никогда он не будет достаточным. И, скажем, изображения костюмов, они как раз образцовый онлайновый контекст, который показывает, что нужно срочно перейти к оффлайновой активности, пойти посмотреть фильм. То есть только там мы увидим действительное функционирование этих костюмов. Фактически трейлер любой построен именно так, как собрание тех как бы тизеров, тех, собственно, провокаций визуальных, которые потом потребуют смотреть весь фильм. Как устроен, по сути дела, трейлер? По сути дела, он устроен из кадров, из такой вот нарезки, из как бы макро некоторой съемки, то есть выбираются в такую нарезку обычно кадры с фотоувеличением, с резким наездом, камеры, с резкой сменой декораций и так далее. То есть речь идет о том, что берутся театральные обычно приемы или приемы при рассматривании или наиболее как бы хитовые приемы кино и при этом их функционал он как бы из трейлера непонятен. То есть человек хочет узнать, а как это устроено, если там нам показали что-то эффектное. Что по сути дела, трейлер на самом деле обращается к желанию человека познавать, а не к эмоциям. То, что человек желает, увидев что-то, понять, как это устроено. И психология как раз восприятия трейлеров, она ближе всего к детской психологии познания. Что хочу узнать и как это устроено там внутри. Тогда, например, афиши, постеры, они действуют по-другому. Они как раз действуют на эмоции. Мы видим некоторую ситуацию, которая нам понятна. Скажем, сюжет, какой-то эпизод изображен на афише. И при этом мы не можем понять, сердиться, гневаться, смеяться, комическая эта сцена или трагическая. И поэтому необходимость покончить с некоторым когнитивным диссонансом в наших эмоциях и требует от нас идти в кино, чтобы разобраться с когнитивным диссонансом, который мы почувствовали. то есть здесь как раз психологические механизмы многие достаточно очевидны и они как раз вполне описывались. Как раз, допустим, реклама, она работает и с познавательным желанием, и с когнитивным диссонансом. То есть в рекламе обязательно нужен парадокс какой-то остроумный и одновременно нужен использование киноприемов, причем при таком незавершенном сюжете. Просто значит, что завершим сюжет наслаждения, допустим, уже при реальном потреблении данного продукта. Но теория рекламы это отдельный предмет, я его тоже читал, но сейчас не буду все это говорить еще раз. Значит, и значит, в социальных медиа обязательно мы сталкиваемся с эмоциональным таким вот контуром, сталкиваемся с желанием познавать и сталкиваемся с желанием объединяться в сообщество. По сути дела социальные сети в современном виде, они выступают как такие открытые сообщества, где каждый исходит из того, что он заведомо уже отобрал себе единомышленников. Следовательно, роль на самом деле пабликов это в том числе роль доказательства того, что все твои единомышленники уже им нравится именно это. При этом достаточно иметь, скажем, чтобы если есть, допустим, какое-то сообщество единомышленников, допустим, любители авангардов, в которые входят несколько тысяч человек, и допустим, вы создаете какой-то кураторский проект, который связан с авангардом, не нужно воздействовать на всю эту аудиторию. Достаточно, чтобы несколько человек, которые авторитетны в рамках данного сообщества, для них стало авторитетно и ваш паблик. Прежде всего, за счет того, что они сослались бы на какую-то информацию, которая есть в этом паблике. Причем ссылка должна быть непростая. Простой перепост какой-то информации может не обратить внимание на то, из какого паблика она взята. Тем более, известные или авторитетные люди часто неразборчивы в информационном поле и даже недостоверную информацию иногда перепощивают. Тогда как настоящее предание авторитета паблика это когда известный человек не просто воспроизвел какую-то информацию, а воспроизвел со своим комментарием. Желательно при этом этот комментарий перепечатать у себя и соответственно тем самым увеличить ваш авторитет и то, что ваш паблик является источником уникальной информации в том числе для авторитетного человека. Что уникальную информацию авторитетный человек может производить имейл вашему паблику, а не чему-либо еще. Здесь при этом совершенно не работает когда допустим известный человек перепощивает картинки, потому что может быть он просто любит коллекционировать картинки и никто не обращает внимания на то откуда картинки взяты. Но всегда допустим когда авторитетный человек перепощивает допустим какую-то уникальную новость со своим комментарием, то это всегда воспринимается как наиболее релевантное. Потому что новости воспринимаются как нечто мимолетное и соответственно комментирование новости как некое из ряда вон исключительное событие. Поэтому это отдельное искусство производить новости так, что известному галеристу или критику это показалось бы поводом в том числе и для того, чтобы сделать комментарий. Например, это может быть новость о подлинности или неподлинности какого-то объекта, которое заставит вступить известных людей в полемику. Это может быть конкретное большое количество цитат из художников, которые поневоле начинают всегда цитироваться. Это может быть известие о сотрудничестве, которые тоже всегда вызывают повышенное внимание и в том числе достаточно бурное обсуждение и комментарии. Искусство вызывать действительно бурное обсуждение, что какая-то новость начинает обсуждаться всеми, это отдельное искусство и прежде всего главный здесь прием это то, что новость не подается как новость адресованная публике. Например, скажем, лучше подать новость как адресованную экспертом. Например, вы открываете какую-то выставку. Не нужно писать в режиме того, что выставка открыта, доступна всем, она работает для публики. Но нужно писать, что, допустим, открывается выставка, перед этим прошла сессия экспертов с их дискуссией о значении этой выставки. Или, например, открывается выставка, которая как раз показывает близость массового экспертного знания. Такие слова как знание, как умение, как мастерство, они всегда вызывают повышенное внимание в среде людей, связанных с искусством и соответствующие дискуссии. В том числе и в социальных сетях с соответствующим переразмещением информации сбору новых подписчиков. Разумеется, ни в коем случае это не должно быть скандальной информацией, так как отписывание тоже существует и оно обычно очень сильно ударяет. Потому что, если кто-то отписывается от сообщества, то механизмы выдачи таковы, что просто это сообщение будет реже и следующие за ним выдаваться в лентах знакомых того, кто отписался. то есть здесь будет большой очень провал по просмотрам. Если когда коллективно значительная часть подписчиков подписывается, то фактически до нуля рушится воспроизведение этих новостей в лентах даже тех, кто остается верными подписчиками. Потому что таковы просто механизмы, например, Facebook, с которыми мы уже ничего поделать не можем. так что способ приобрести подписчиков за счет скандала он возможен, но при одном условии, что скандально с самого начала все сообщения и других как бы не бывает. Также воспринимаемость текста тоже важна для приобретения подписчиков. Обычно новый подписчик, когда принимает решение довольно быстро подписаться или нет и обычно имеется ввиду, что он на знакомство с сообществом тратит где-то 3-4 минуты перед тем, как принять решение, будет он подписываться или нет. Соответственно материал адаптируется именно так. Считается, что текстовый материал, который воспринимается 4 минуты, это примерно соответственно где-то 2000 знаков, то есть страница ну или страница с небольшим еще и с несколькими строками и соответственно это примерно 3 абзаца. Именно такая информация обычно считается должна быть в качестве общего анонса вообще вашего предприятия. То есть обычно считается, что на 2000 знаков дается описание галереи, музея или чего-то еще или мероприятие, которое вы проводите. Тексты короче могут производить некоторые впечатления легковесности или того, что это неофициальное, а любительское сообщество. Поэтому всегда одна из первых задач того, кто оптимизирует, это написать текст 2000 знаков и обычно не особо больше, не особо меньше. Есть другой колоночный формат 5000 знаков, колоночный, колонка в прессе, 5000 знаков. Это формат для больших новостей с элементами аналитики. То есть допустим новость об открытии выставки, включающей в себя цитаты из художника, это 5000 знаков. Наконец, есть так называемые лонг-риды. В журналах лонг-рид это обычно то, что больше 40 тысяч знаков. Но в условиях социальных сетей лонг-ридом является любой текст больше 10 тысяч знаков. Значит, и значит, в журналах от 50 тысяч знаков обычно лонг-рид начинается. Это текст, который рассчитан на длительное чтение и обычно он представляет собой подробное введение в какой-либо вопрос. Например, допустим, текст, допустим, о современных московских галереях. Это типичный лонг-рид, поскольку кратко это не изложишь, а такой текст включает в себе и журналистский очерк, и в чем-то расследование, и исторические данные, и данные, и впечатления посетителей, фрагменты интервью. То есть лонг-рид это исчерпывающий текст по какому-то вопросу, например, галереи в Москве или, например, арт-рынок в 2016 году. Исчерпывающий текст по этому вопросу и будет называться лонг-ридом. В отличие от текстов в 2,5 тысяч знаков, которые обычно готовят сотрудники организации в штатном режиме, и оптимизатор только их правит, то лонг-рид обычно пишется профессиональным писателем за отдельный гонорар, и обычно только крупные предприятия могут себе такое позволить. Но тогда, когда тексты в 2,5 тысяч знаков, я думаю, напишет любой. Ну и, наконец, есть аннотации. Аннотация, формат аннотации обычных тысяча знаков, то есть полстраницы. И аннотации можно писать на отдельные произведения, можно писать и на выставки, на проекты, на отдельных художников, скажем, биография художника должна уместиться в тысячу знаков. Даже, иногда, 900 знаков дают в качестве такого объема. И на чтение рассчитано полторы-две минуты. И это связано с тем, что обычно, когда аннотация дается под самим изображением, то есть произойдет человек где-то минуту рассматривает изображение и там две минуты читает аннотацию, а потом опять рассматривает изображение. То есть нужно, опять же, за эти три-четыре минуты человека привлечь, чтобы он решил подписаться. И отдельный вопрос то, как ставятся знаки одобрения, то, что называется лайки или сердечки ВКонтакте, значит, это отдельная механика, потому что здесь аудитория делится на следующие части, так называемая лояльная аудитория. Это те, кто ставит лайки любимым авторам сообщества, независимо от контента. То есть вот, это аудитория постоянная, которая читает и все-таки далеко не все одобряет. И, наконец, аудитория случайная, которая одобряет только то, что понравилось. Лояльная аудитория, она с одной стороны создает основной массив лайков, а значит, и просмотров, но проблема в том, что лояльная аудитория устойчивая и она обычно не растет, поэтому она дает очень маленький прирост, при том, что она дает довольно высокую эффективность просмотра материалов. Так как постоянная аудитория, она как раз дает неожиданно, потому что неожиданно в лентах у, так сказать, друзей постоянной аудитории вываливаются эти материалы, и кого-то из друзей они могут привлечь. А ведь еще есть, когда ставят лайки или комментарии, чтобы пропланировать свои паблики. Да, но это вопрос нахрутки, вопрос о друзьях, это может быть потом мы уже на практических занятиях разберем. В любом случае я, например, всегда исхожу из того, что нужно оптимизировать полностью честными методами, без денег и без того, чтобы принуждать друзей лайкать и так далее. Что исключительно созданием качественного контента. Я это мучу, так как я адепт полной честности, что только контент все решает. И вот, а случайная аудитория, она полезна тем, что там могут возникнуть вот эти волновые случайности. То есть несколько случайных людей могут лайкнуть и вдруг лайки могут начать нарастать. Просто уже в силу некоторого такого истерического механизма заражения. То есть это все три механизма работают по-разному и в общем хороший оптимизатор просто умеет хорошо манипулировать всеми тремя аудиториями, а как, наверное, мы уже на практическом занятии на одном из них посмотрим. Продолжение следует...